забрали машину на прокачку и кто же у нас был за рулем двенашки кто кто профессионал кто впечатление и чем мне нравится эта машина довольно таки крепенько это просто выхлоп прогорел поэтому так ничего страшного там просто условная труба прогорела поэтому немножко шумит ну сейчас мы будем заниматься не этим у нас другая задача нам нужно как-то выдрать старую сигнализацию которая уже не работает вот то что она если кто-то видел такие сигнализации я не знаю и очень много лет это какой-то феникс феникс сигнализации феникса вот не схем ничего найти не можем брелок тоже найти не можем поэтому придется ее сейчас демонтировать то есть как-то выдрать и поставить обычный центральный замок но уже вот с такими ключиками то есть на алиэкспрессе купленный не знаю сколько по деньгам вот я думаю найдем ссылочку вставим если кому-то интересно если нет если не найдем соответственно не вставим ничего ну будем пробовать будем начинать проблема в том что здесь стоит сигнализация да и которые уже блин наверное столько же сколько это ему автомобиль то есть 2004 года может быть 2005 и схем на эту сигнализацию которая установлена соответственно никаких нету и что куда подцеплено какой провод за что отвечает я не знаю то есть я сейчас тупо вслепую ищу распай куда разводку тех проводов которые есть штатность в той сигнализации которая здесь установлена то что мы пытаемся поставить ну здесь как бы все в принципе есть да по схеме но почему-то многие люди пишут что у них не работает я понимаю что там плюс-минус лампочки это все ну схеме есть но потом здесь есть определенное количество проводов то есть вот они в жгуте здесь отдельно да вот так вот то есть это вот семь проводов и по ним как бы есть момент такой странный то есть здесь есть дополнительная схема подключение на разные автомобили ну уж понимаете что здесь не будет лады и все такое тем более таких годов и вот надо сейчас понять как подключить и куда подключить вот эти провода они отвечают за открывание дверей в идеале можно будет воспользоваться по логике наверно двумя проводами какими-то то сейчас их надо будет найти которые просто будут давать команду на центральный замок и он уже будет просто закрывать все замки кстати странно почему 4 провода ну видать какой-то крутой датчик удара у тебя был конечно да мы сейчас и сигналку выдернем и починим ой же нет 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 ее починить невозможно в одном из жгутов на сигнализации я нашел вот эти два серых провода они отвечают за лампочку получается ну поворотники я его уже за изолировал и будем сматывать с коричневыми проводами то есть потому что это тоже управление на лампочку то есть здесь плюсы и они соответственно сигналка будет при постановке на охрану показывать что варичкой будет моргать почему 6 проводов и вот не пойму то есть вот 7 я уже понял это зажигание то есть мы когда будем включать это будет зажигание а вот 6 почему странная как-то ну двери 4 до 4 двери но почему-то 6 проводов все подсоединим наверное и будем нажимать уже на сигналку и проверять что здесь будет появляться ну наверно только с таким способом сможем проверить то есть методом у меня смотрел в интернете схемы но как я понял все люди подключают по-своему и в итоге внятного ответа что и как я не увидел и все равно большинство вещей приходится делать по старинке прозваниваю делаю прозваниваю делаю может быть это неправильно и да я ничего не боя я никаких проводов я не пропаиваю то есть соединение просто все сматываю и на изоленту заматываю то есть многие скажут неправильно ну и отчасти они будут правы вот от этой колодки от основной на сигнализации я откусил уже минус то есть минуса уже нету минус я буду задействовать то есть я использую те же провода которые использовал кто-то под сигнализацию то есть я не тащу там отдельных проводов то есть ничего не мудрю не вижу в этом смысла просто китайцы говорю рисуют схемки эти ну вообще непонятно для кого то есть ну понятно что если надо человек занимается этим каждый день для него это не составит никакой проблемы но для обычного смертного человека подключить по этой схеме сейчас сожжет на пол машины по итогу в итоге в итоге вот так вот пусть будет можно здесь такой все вставку в итоге 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 вот в итоге мы все подключили по первой схеме сейчас расцветку я сделаю проводов ну и соответственно приложу на нормальную схему постараюсь да там и либо провода сейчас покажу как это все действительно подключается то что я думал по второй схеме там или плюс тогда оказалось на опадать все лишь минус по итогу у нас все четенько все работает с пультика осталось ключик теперь вытащить ну же не ты уж я думаю сам ключик как-нибудь вытащишь потому что если я еще и точить ключ буду это вообще тебе дорого обойдется ну и вытащи это ключ что просто замка не будет будешь кнопки заводить тачку посижу сейчас поковыряюсь с кнопкой на открывание багажника но либо в блоке косяк какой-то там написано что должен быть минус появляться а он горит там все время то есть либо косячок с какой-то с блоком не знаю сейчас еще потыкаю посмотрим может быть все таки сделаю что багажник открывался если нет извини сейчас все скручиваем и покажем уже финальный результат так зеленый синим мы не используем коричневые оба провода это у нас на лампочки поворотов черный минус красный плюс оранжевый с черным и оранжевый мы не используем то есть вот двенашки четверки все это такое мы их не задействуем то есть их вообще можно откусить чтобы они вам не мешали белые провода то есть белый с черным белый это у нас на центральный замок а желтые скручиваем между собой и подсоединяем тоже на минус и последний белый это на зажигание то есть при зажигании там должен появляться плюс у вас и соответственно фишечка это светодиод для выведения куда-нибудь перед стеклом перед лобовым что было видно что у вас машина на сигнализации типа стоит вот надо получше замотать чтоб не дай бог потому что это плюс это соединили минусовой теперь соединяем желтым как я говорил ну это вот как раз таки так как здесь на белых проводах там плюсы они реверсивные чтобы открывать закрывать замок то туда нужно подавать еще дополнительный минус это не понадобится однозначно да с центральным замком на многих час современных автомобилей есть центральный замок но у кого что-то вышло из строя там или еще что то то это вполне себе неплохое решение первых очень дешевая во-вторых просто ставится так в принципе эта сигналка подходит на любую да это можно поставить подсоединить к любому автомобилю без проблем все ну что все собрано уже но так как я подключал отдельно еще белый провод до который на зажигание там получается есть функция что при включении зажигания вас закрываются двери ну как это анти-хайджек да или как она правильно называется скорее всего блоки в этом можно настроить но в этой по этой инструкции настроить что-то блин наполовину китайском половина ломаном английском поэтому при включении зажигания у нас у нас сразу закрываются двери и то есть пока мы мотор не заглушим у нас двери будут закрыты плюс это минус ну не знаю если будет мешать в принципе этот провод можно перекусить и все будет работать в штатном режиме не будет напрягать ну либо же то есть мы машину до завели там она заведенная открытие дверей нажали у нас открылась и все она не закроется ну не знаю принципе все нормально если что белый провод шмяк и все будет в обычном режиме блин женек такое дело короче блок короче кузовной электроники он чуть поджарился и короче кое-что не работает мотор не заводится конечно да да ну я то знаю Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кирпичи, кирпичи... Всем спасибо, всем пока!